Итак, всем привет! С вами Фиксер, и сегодня мы продолжаем играть Диаванит в Спидшифт. Сегодня мы продолжим проходить карьеру, продолжим проходить гонки четвертого уровня. Сегодня мы отправимся сразу же на чемпионаты суперкары заводские, точнее на чемпионат суперкары заводские. И отправимся на гонку, возможно, на Нордшляйфе, да. Почему бы и нет? Хорошая трасса, Зеленый Ад, как говорится, отличная же, отличная же трасса. Почему нет? Зеленый Ад, это же всегда было круто, всегда очень интересная была эта трасса, здесь интересны всегда были сражения такие, не знаю, то есть можно ли назвать это сражениями, то есть в гоночном виде сражения какие-то, то есть, да, очень интересная трасса сама по себе, и вообще гонки на ней всегда очень интересные, и да, в общем, что я должен сказать? Я должен сразу же извиниться, конечно же, за то, что 53-я серия не вышла в пятницу, увы, случился небольшой форс-мажор, то есть, ну, как сказать, некоторые обстоятельства, которые не зависят от меня, то есть, мой микрофон, он вышел из строя, и мне пришлось его чинить, поэтому мне не удалось записать вовремя серию, как бы, если вы знаете, то есть, она должна была выйти в пятницу в 7 часов по Киеву, но Лэйл не вышла у меня, я не успел починить к тому времени микрофон и записать ее, и, в общем, я решил, что уж лучше я тогда в понедельник выпущу серию, и она будет немного подольше, и вот, сегодня у нас серия будет немного подольше, как раз это компенсирует то, что у нас гонки тоже длинные получаются, и то, что как раз не вышла серия в пятницу, поэтому сегодня у нас будет серия немного выходящая за рамки 20 минут, возможно, даже 35 минут будет, может быть, и 40, не знаю, посмотрим, в общем, насколько мне хватит, я не знаю, в общем, сейчас мы едем на нотш-лайф, против нас очень-очень большое количество соперников, я сейчас, наверное, нахожусь на задних достаточно позициях, очень сложно сейчас, мне стоит сейчас обгонять огромнейшее количество соперников, и пока я буду этим заниматься, я не знаю, возможно, стоит обсудить все-таки, что у меня с микрофоном, почему он у меня уже далеко не первый раз ломается, то есть, если вы знаете, у меня Logitech USB Desktop микрофон, ну, то есть микрофон, Logitech USB, в общем, он называется, он единственный, кстати, у Logitech, если что, ну, да ладно, в общем, он такой пластмассовый, то есть, с таким основанием металлическим, вот как раз проблема в том, что он постоянно падает этим металлическим основанием кверху, и почему-то падает все время на эту пластмассовую ножку, которая именно к основанию, она сужается, и вот в том месте, где она сужается, у основания, он постоянно у меня и ломается, собственно, уже далеко не первый раз, раньше как-то получалось выкручиться у меня из этой ситуации, я успевал его починить, заклеить, до того, как мне предстояло записать серию, и как бы, да, то есть, у меня как бы получалось до этого все, в общем, как-то, не знаю, магическим образом, мне просто везло, в этот раз мне очень сильно не повезло, я как-то, ну, плохо, в общем, очень все получилось, и как-то все, да, не очень весело, и вообще как-то все было испорчено, испорчено было настроение мое после этого, я очень долго, блин, пытался, восстанавливался как-то, чтобы записать, собраться, но как-то не получалось, какой-то бред получался в итоге. Ну да ладно, в общем, сейчас я как-то пытаюсь это все записать, опять-таки, и микрофон у меня, блин, я уже который раз думаю о том, что мне нужно бы купить какой-нибудь металлический микрофон, и в голову приходит почему-то только именно Blue Yeti, потому что, ну, возможно, потому что он самый лучший микрофон из всех, которые я знаю, то есть, такие для домашней записи, то есть, он, кстати, студийным микрофоном считается, но все-таки он такой, знаете, в общем, многие очень летсплейщики им пользуются, да, в том числе и Гагатун, Юзя, тот же самый Black Server Уфа, насколько знаю, он тоже им пользуется, и очень-очень много летсплейщиков, то есть, хотел бы я и себе его прикупить, да, вот, в общем, да, я собираю, в общем, на него деньги, и вдруг, если кто, блин, горит желанием помочь мне в этом, кстати, ссылочки я и не зря оставляю, вот, под каждым из этих роликов, то есть, я как-то коплю деньги на развитие моего канала, и вот эти ссылочки на мои кошельки WebMoney и Яндекс.Деньги, это не просто так, это для развития моего канала, это не лично для меня, лично для меня, возможно, мне когда-нибудь начнет выплачивать YouTube, на что я очень сильно надеюсь, конечно же, хотелось бы очень сильно зарабатывать, вот, своим любимым делом, просто, деньги, как бы, жить за счет этих денег, ну, да ладно, в общем, это все глобальный вопрос, это можно, в принципе, бесконечно разглагольствовать на эту тему, ну, в общем, если вдруг кто хочет помочь мне с этим, вот, кошелечки, кошелечки там есть, в ссылке в описании, блин, не знаю, не люблю я вот эти, уже в который раз сталкиваюсь с этим вопросом, то, что люди на YouTube, вот, то есть у своих подписчиков просят деньги, как-то, блин, я до этого не доходил никогда еще, то есть, не знаю, мне кажется, что как-то это не совсем правильно, и вообще неудобно просить кого-либо, в общем, помощи в этом, то есть, как бы, люди на твой канал приходят не за тем, чтобы ты слушать какие-то твои, я не знаю, нытье про то, что у тебя нет денег, тебе нужна помощь, а просто посмотреть твои ролики, чтобы, они хотят, чтобы ты их развлекал, и, как бы, ну, не знаю, ладно, в общем, эти все дела такие, для кого-то, кажется, это в норме вещей, то есть, это в порядке вещей такое, то, что просить деньги у своих подписчиков, возможно, возможно, некоторым подписчикам кажется, что это вполне нормально, то есть, всем нужны средства для существования, почему бы и нет, в общем, ладно, не будем на этом долго останавливаться, мы сейчас не за этим здесь, мы здесь для того, чтобы гонять, и мы гоняем, и я сейчас на первом месте тем временем, пока я вот здесь все вопросы обсуждал посторонние, я вышел на первое место, да, у меня это удалось достаточно легко, ну, собственно, неудивительно, почему, потому что я играю на легком уровне сложности, поэтому все так легко дается, хотя временами, конечно, боты ведут себя неадекватно, и из-за этого возникают какие-то сложности, тем временем у меня левел-ап, и я очень доволен этим, это очень хорошо для меня, потому что, опять-таки, мне дадут денежки, возможно, возможно, нет, конечно же, могут просто дать какое-то приглашение на гонку, то есть, хотя, с другой стороны, приглашение на гонку, это то же самое приглашение заработать денег, почему бы и нет, это тоже очень положительный такой момент, поэтому всегда я радуюсь этому левел-апу, то есть, повышение моего уровня, то есть, то, что я стал сильнее, возможно, я не знаю, знаете, как это в доте обычно, все герои тебе говорят, то есть, кто играл в доту поймет, да, то есть, I'm going stronger, там, и так далее, говорят все герои, то есть, я становлюсь сильнее, то есть, с каждым уровнем, вот и так и я, становлюсь все сильнее, с каждым уровнем прокачки моего внутриигрового персонажа, именно здесь, в Need for Speed Shift, знаете, такой небольшой элемент RPG получается у нас здесь в Need for Speed Shift, то есть, прокачка, хотя, опять же, никакие характеристики таким образом не прокачиваются, единственное, что нам дают деньги, прокачиваются характеристики автомобилей за этот счет, и да, кстати, мы вышли на финальную, видимо, прямую, я, кстати, даже не знаю, сейчас это финальная прямая или нет, но вот, в общем, для чего нам прямая, сейчас мы как раз сможем выяснить максимальную скорость нашего импровизированного болида, то есть, нашего McLaren F1, и сколько максимальная скорость, ну, в общем, в принципе, я смотрю, максимальная скорость такая же, как у современного болида Formula 1, кстати, да, насчет Formula 1, некоторые новости тоже расскажу, почему бы и нет, в принципе, это косвенно касается нашей темы, то есть, то, что это гонки, в принципе, общие, трековые гонки, тоже очень общие, да ладно, в общем, скорость такая же, как в Formula 1, и опять же, новости Formula 1, то, что в Formula 1 теперь не будет V8, все, сезон закончился, буквально вчера была последняя гонка 2013 года, когда больше не будет V8, в Formula 1 теперь будут всего лишь турбированные шестерки, и говорят, в принципе, что это вполне равноценная замена, но, опять же, это другое, это не то, что было раньше, опять-таки, уже отказывались от V12, хотя, подождите, возможно, я ошибаюсь, тут я точно не помню, но точно были V10, я помню, трехлитровые V10 до этих V8, и, кстати, вот, насчет левелапа, опять же, у меня сороковой левел, заработан миллион, мне выиграно Porsche 911 GT3 SR, в общем, к Formula 1 мы потом вернемся, в общем, все круто, смотрите, у меня значок точности стал серебряным, и, блин, все клево, как бы, я заработал миллион, мне дали Porsche, кстати, надо будет заглянуть сейчас в мой гараж и посмотреть, кстати, я сомневаюсь, что мне его дали, потому что, вот, как-то непонятно, уже какие-то машины мне давали, то есть, виртуально давали, так знаете, в кавычках, давали какие-то машины, и, опять же, то же самое, это просто надувательство, зачем это, я не понимаю, то есть, в каком плане я ее выиграл, то есть, я открыл к ней доступ, или как, то есть, блин, надо как-то писать это поточнее, а то какие-то переводы непонятные, возможно, это именно связано с переводом, но, не знаю даже, в общем, не нравятся мне вот эти какие-то обманки такие непонятные, ладно, в общем, отправляемся на вот эту гоночку по приглашению на Mercedes SLR 722 Edition, или, ладно, это я по-английски даже не буду пытаться это произнести, потому что это очень сложно, все-таки не настолько силен в английском языке, в общем, Mercedes SLR, да, ну, что-то вроде этого, в общем, 722 Edition, вот, что я запомнил, вот, вы видите, 722 цифры абсолютно везде на этой машине, и, так, подождите, что, что сейчас происходит, подождите, стоп, я отвлекаюсь сейчас, конечно, от темы машины и Формулы-1, но, мне кажется, по-моему, меня отказал руль мой игровой сейчас, потому что я вот сейчас вибраций никаких не чувствую, то есть, обычно, когда я еду, как бы вибрации мотора и прочего, то есть, всегда есть, так, стоп, вот, здесь что-то уже чувствовалось, подождите, то есть, что это, что это такое, серьезно, что за, блин, другая машина, другие ощущения, я не знаю, что это, так, ладно, в общем, едем пока что, но мне кажется, что у меня руль сломался почему-то, не знаю почему, то есть, и, опять же, я не чувствую вибраций привычных для меня, то есть, этот двигатель, оп, оп, было только что, только что было, что за нахер, серьезно, что, блин, это такое, в общем, обычно у меня руль очень сильно вибрирует от того, что я еду, то есть, мотор, эти вибрации, которые передаются по корпусу автомобиля на руль, они передаются мне на руль, на мой, реальный мой руль, то есть, через, из виртуальной машины, из виртуального двигателя мне на руль передаются какие-то вибрации, сейчас прыжка вибрация была, опять-таки, блин, непонятно, что это такое, да машина так сделана, то есть, что у нее руль абсолютно не вибрирует, то есть, он независим от всего остального, то есть, как, я вот сейчас не понимаю этого, то есть, у меня руль вообще не вибрирует сейчас, это очень странно, такой момент, я вот, вот, Сейчас вибрирует, нормально. Я врезался, отлично развернуло меня. Просто замечательно. Блин, да едь же ты, блин. Так, в общем, сейчас я потерял всё своё время, нафиг. Блин, но странные какие-то ощущения. Может, возможно, это какой-то баг именно самой игры, что она так распознаёт эту машину. Возможно, сама машина так сделана, интересно. Блин, жаль, у меня нет возможности проверить это в реальности, эту машину, попробовать, как у неё за рулём чувствуешь себя. Вообще, нужно было бы погуглить, что это такое с этой машиной. Возможно, у неё какая-то система антивибрации руля установлена. То есть, сейчас по картинке я вот смотрю, вроде руль тоже не сильно вибрирует у меня, как бы, на моём экране. Но как-то непонятно. То есть, абсолютно так, как будто, знаете, ощущение, как будто трек абсолютно идеально гладкий. И я просто по нему еду. Просто странные такие ощущения. То есть, блин, никогда такого ещё не было в этой игре. В общем, очень-очень интересно мне вот это. Ну, блин, классно же. Ну, всё-таки какая-то, знаете, симулятор. Вот чувствуется, что это именно симулятор, а не просто какая-то левая игра о гонках, о машинах каких-то непонятных. То есть, блин, это действительно симулятор. И то, что каждая машина чувствуется по-своему, блин, опять же, ну, капец просто. А, не знаю, в голову приходит, ну, то, что, возможно, в реальности есть, ну, то есть, реально в этой машине такой руль офигенный сделан. То есть, он как-то независимо от самого корпуса сделан. Какой-то специальной подвески. Возможно, этот руль какой-то виртуальный, точнее, какое-то цифровое управление колёсами, возможно, здесь через бортовой компьютер или что-то в этом роде. Потому что, ну, всё-таки современные технологии, всё возможно. Опять же, вспоминая Формулу-1, где-то я читал о том, что там будут какие-то цифровые тормоза и, опять же, педали тормоза цифровые какие-то. То есть, компьютер будет управлять этим всем, то есть, через педали. И, опять же, блин, вообще, какие-то технологии у меня в голове не укладываются в последнее время, куда они идут. Точнее, даже не идут, а летят вообще с огромной скоростью. Просто нет слов. Возможно, что-то в этом роде здесь есть. Какой-то независимый руль. Не знаю, технологии независимого руля. То, что он, блин, не вибридит. Ну как? Просто в голове не укладывается. Ну, очень круто, конечно. Очень приятно для меня. То, что кажется, как будто трек идеально гладкий. Как бы никаких невыборей, ничего. И давайте еще отправимся на Mazda RX-7 покатаемся на гонки на выбивание. Не знаю, где мы сейчас будем участвовать в них. Вот, опять же, сейчас я как раз проверю свою руль. То, что я, блин, мне показалось, что он сломался. А сейчас как раз попробуем, что будет. Ну что, начинаем. И тут же я чувствую, то есть, то, что у меня руль вибрирует. Не слабо так, очень хорошо. Ну, в общем, да, с рулем у меня, слава богу, все нормально. Это все-таки, то есть, три варианта. Бак. То есть, машина реально такая. И... А, нет, подождите, третий вариант уже у нас отпал. То есть, то, что мой руль... Мой руль исправен, но он сейчас вибрирует, как и обычно. Это в каждой... В любой другой машине это всегда было. То есть, теперь это либо баг, либо независимый руль в реальной машине 722-й... Блин, Мерседес, да. Хотел сказать, почему-то BMW, не знаю почему. Возможно, потому что они оба немцы, и как бы одинаковые стандарты качества, возможно, какие-то немецкие. То есть, не знаю, немцы, немцы... Одинаковые машины немцы, то есть, BMW и Мерседес. Мне что-то... Постоянно кажется, что это достаточно такие, знаете, фирмы какие-нибудь братья, возможно, не знаю. Очень схожи почему-то для меня эти фирмы, потому что я их немного путать могу. Ну, такое со мной бывает часто. Непонятно, какие-то путать в каких-то словах. Иногда в словах просто путать с роддомной, и абсолютно непонятно, то есть, по какому принципу... Ну, со мной такое бывает иногда, но, в принципе, не буду обращать на это внимание, я думаю, да, ничего страшного. И опять-таки мы едем по овалу, по очень маленькому такому овалу, в котором могло бы быть большое столпотворение машин, но благодаря тому, что я далеко вышел вперед, такого нет, и... Потому что сама по себе машина Mazda MX-7, 7, по-моему, да, мы едем на ней, то есть, она не такая уж большая, то есть, это не та Lamborghini, которая огромная, ну, то есть, в ширину, и много места трекового занимает. Mazda, напротив, очень маленькая, компактная, и, как бы, много Mazda могут одновременно появиться, поместиться, точнее, на треке, и что это было сейчас с ним, почему он исчез просто. Это была машина Phantom? Нет, я понял, в принципе, почему он исчез, потому что он вылетел, и он, блин, просто невероятным образом исчез. И вот сейчас, по-моему, сейчас будет тоже фантомный водитель, да, вот. Просто, блин, о, боже мой, что здесь происходит? Это, знаете, летущие голландцы, Мазды такие, которые пропадают бесконечно, просто. Вот, и сейчас, опять-таки, машина впереди меня проехала, и тут... Опа! А ее нет. И, блин, они не показали этот момент, там, где ее нет, но... Блин, это просто интересно очень такой момент. Это, знаете, такая история про летучего голландца в виде автомобиля, и не знаю, к чему я это вспомнил. Помнится, была где-то такая история про летучего голландца в старом-старом сериале. То есть, в плане машин летучий голландец было, помню, был когда-то такой сериал, дальнобойщики назывался, если кто помнит. И там была одна из серий про машину, именно фуру, которая была летучей в голландце, без водителей, ездила просто. Было очень забавно, конечно, это наблюдать. Не знаю, почему мне вспомнилось это, но, да ладно. У вас нет подходящего для этого машины? В общем, я сейчас хочу отправиться на SPA, на соревнование заданный производитель. Для этого, как вы видите, мне потребуется купить новую машину. Ну, я сейчас отправился как раз за этим. И где здесь Porsche у нас? Давайте мы найдем. Вот он, один-единственный здесь Porsche. Porsche Carrera GT. Давайте я его сразу же куплю. Даже не буду приступать к его усовершенствованию, потому что это бесполезно. Все здесь суперкары, максимальные технологии. Даже, блин, на кастомном просто едем. Точнее, не на кастомном, а на дефолтном, даже будет точнее сказать. То есть, кастомный, который уже тюнинговался, этот у нас, получается, не тюнинговался, абсолютно новый, как бы только что буквально с конвейера, и дефолтный, как бы по умолчанию все, что есть. Вот у этой машины сейчас мы на ней и поедем. То есть, то, что может позволить себе каждый, у кого есть... Сколько там было? 800 тысяч долларов, да? Или что-то вроде этого. Ну, да ладно, в общем, не важно. Каждый себе может позволить эту машину. Абсолютно реальная. В общем, может купить себе эту машину, и, в общем, такая она и будет выглядеть. Сразу же можно поехать на гонку, потому что это суперкар, это отличнейшая машина, на ней можно сразу же гоняться. Она спа, как вы видите, спа Франко Шамс. И так, у нас впереди еще два Порша. Ну, в принципе, здесь все Порши, как бы. И здесь брать... Как раз впереди были братья-бедвизнецы, я не знаю, почему я сразу об этом не сказал, они одинаковые, потому что у них раскраски, и они вместе меня блокировали, но, увы, увы, им пришлось разойтись. Это потому что иначе бы их наказали. Это командная тактика, вы знаете, как в Формуле-1 за командную тактику могут наказать. Хотя она очень даже много используется, но негласно. Она используется, командная тактика. Всегда второй пилот должен наступить первым, потому что там первый пилот, он, как бы, первый и должен зарабатывать результат. Хотя в основном на результат... Работают... Должны работать на результате того гонщика, у которого больше шансов в чемпионате, пилотов, и, блин, ну... Как всегда, в общем, ладно. Не знаю, я привык уже к этому, к тому, что боты ведут себя неадекватно. И то, что вот такое сейчас происходит здесь. Благо, меня больше никто не пнул, пока я здесь разворачивался. Они как-то меня объехали, даже адекватно на это среагировали. Да, временами боты ведут себя очень даже хорошо и вежливо, в плане водительской вежливости на треке. То есть аккуратно меня объехали все. Несмотря на то, что я, блин, не знаю, грубым образом разворачивался на треке. И, кстати, да, я на предпоследнем месте. Сейчас у нас 16 человек здесь, на этом треке. И, блин, и все на Поршах, блин. Кстати, я не видел еще ни одного Порш-Коррера-GT. Такой, как у меня, и пошел ты нахер. Слушай, хватит меня толкать просто, серьезно. То есть я не хотел его толкать. Он сам напросился. Вы сами это видели. Или, блин, еще один пошел ты отсюда, потому что вы меня уже вот из себя потихоньку. Я начинаю просто агриться. И буду всех вас расталкивать. Вот сейчас, блин, был опасный очень обход. Меня могло занести просто. Чудеснейшим образом я смог вырулить из этой ситуации. Как-то словить машину на начале заноса. И заноса в итоге не было. Вот тут опять такая же опасная ситуация. Опять-таки, пинки бесконечные со стороны соперников. Со стороны меня, потому что, блин, идите нахер. Вот почему. И просто я не знаю уже просто. Как их можно обгонять? Вежливо как-то и с помощью слип-стримов каких-то. Или использовать какую-то чистую траекторию, если они постоянно меняют свою траекторию. То есть вот тут сейчас вот. Что сейчас будет? Вот так. Ждем, ждем. Ну вот, блин. Вот серьезно, да? То есть он еще медленнее мог бы проходить. Этот сраный поворот. Я, блин, мне нужно и тебя обойти, и еще на первое место выйти. А он меня просто блокирует. Вот что здесь происходит? Я не понимаю. Ну да ладно. В общем, едем, обходим потихоньку. И опять-таки, грязный обгон. Опять-таки, пинок меня в сад. Сзади просто пинок меня. Зачем меня пинать? Я не понимаю. То есть, блин, я пытаюсь вас вежливо обходить. Зачем вы меня пинаете? И да, тем временем, как раз то, о чем я говорил, что они меня все задерживают. И вы видите, насколько я сейчас отстаю от лидера на целых 12 секунд. Ну, благо, у нас еще впереди очень-очень много кругов. То есть целых три круга, из-за которые, надеюсь, я успею выйти на первую позицию. Ну, скорее всего, я успею выйти на первую позицию, так как у меня обычно это получается. Потому что боты все-таки легкие, и едут они достаточно медленно. И перестаю все-таки удивляться, насколько прекрасна эта трасса в спа. Насколько прекрасна горная местность, на которой она расположена. Насколько интересная трасса для самих болельщиков. То есть, те, кто смотрят гонки. Для самих гонщиков, насколько интересна эта трасса. Эти все перепады высот, эти все повороты. Отличнейшая. Классическая... Одна из лучших классических трасс. Возможно, не знаю, моя любимая даже, возможно, трасса в календаре Формулы-1. То есть, она самая именно красивая такая, знаете. Именно в плане техническом, возможно, лучшая трасса для меня. Вот лично, это трасса в Монако, в Монте-Карло. Именно улочки Монте-Карло. Ну, не знаю, это лично для меня. Но, вообще, трасса в спа. Вот, вернемся, да, к трассе спа. Мы сейчас на трассе в спа едем. Мы как раз здесь, опять-таки, блин, на тех аттракционах непонятно, к чему они здесь. Кто здесь катается на этих аттракционах. Ну, видимо, потому что они работают, видимо, все-таки кто-то катается. И опять бот подставляет мне свою просто задницу, чтобы я в него врезался. Зачем они это делают? Я не понимаю. То есть, они пытаются как-то меня заблочить. Они не видят, что я еду с намного большей скоростью, чем они. Как бы, я не знаю. В искусственном интеллекте надо было как-то продумать этот пункт, когда кто-то едет быстрее, чем бот. Как бы, чтобы он мог уступить дорогу. Что он сейчас творит? Серьезно. Обычно я смотрю по ним, они едут по траектории. Сейчас он куда-то выехал за траекторию. Непонятно зачем. То есть, опять-таки, он... Это, типа, не знаю, искусственный интеллект. Типа, он паникует. Вот опять он выехал за траекторию. То есть... И за счет этого я сейчас его обошел. Кстати, возможно, он сейчас как раз мне уступил место. Это выглядело, по крайней мере, очень похоже на то, что он сейчас мне просто уступил место. А этим временем я на четвертой позиции. Это, кстати, очень хорошо. Я, кстати, увидел такую же уже машину, как у меня. И... Какого хрена? Вот серьезно, да? То есть, вы сейчас это видели вообще, да? Как бы... Да, то, что я говорил о машине, такая же, как у меня. То есть, на первых позициях у меня лучшая машина в итоге. Ну, да ладно. В общем, вы сейчас это видели. Я просто херею с этого. Что это было? Серьезно, вы видели, куда я выехал за траекторией, чтобы меня никто не пнул, чтобы я мог спокойно его обойти. И тут на тебе, удар в большину. Думал, ты увернулся от всех, ты выехал за трек, ты думал, что тебя там никто не достанет. А вот хер тебе, на тебе просто, блин. Вы знаете, как в том фильме, я не помню, как фильм назвался, но ладно. В общем, хер тебе врыло, сраный урод. Просто такая же фраза, вот, именно подходит под вот это, как будто этот бот сейчас сказал мне. Я серьезно, я сейчас это слышу. Как будто мне бот это сказал. Ну, честное слово, ну, что это было, нахер? Почему здесь такое происходит временами, непонятные какие-то вещи? Ну, да ладно, в общем, не будем на этом сосредотачиваться. Опять-таки, я на первом месте, это все хорошо. То есть, то, что я на первом месте. То есть, не то, что меня выпнули даже... Блин, учитывая то, что я за трек заехал куда-то. Ну, да ладно, в общем, я на первом месте. Вот положительный момент, не тот положительный момент, что меня выпнули. Это не очень-то хорошо. То есть, не меня выпнули, я сам вышел за трек и там думал, что меня никто не пнет. Ну, как оказалось, увы, этого мне избежать не получилось. То есть, опять-таки, грязный обгон. Блин, ну, просто кошмар какой-то. Не знаю, как здесь чистые обгоны получать с этими ботами, которые просто жаждут, очень дико жаждут в дерби, чтобы попинаться, какие-то гонки на выживание устроить, возможно, еще что-то в этом роде. Не знаю, блин, мне не нравятся такие моменты. Ну, да ладно. В общем, мне нравятся моменты, когда я еду на первом месте и впереди у меня еще целых два круга, чтобы этим наслаждаться. То есть, я сейчас в третий доезжаю. Это, не знаю, мой лидерский круг, а, возможно, нет. Хотя, считается обычно, когда ты финишируешь, вот, да, когда ты пересекаешь финишную черту, лидером, то это считается, что ты лидировал этот круг. Вот. Ну, в общем, да, можно считать, что я сейчас лидирую... В общем, в итоге я буду лидировать целых три круга из пяти, что очень, кстати, хорошо для меня, возможно. Не знаю, кстати, здесь никак это не учитывается. То есть, в мастерство только... Не учитывается то, сколько ты лидируешь. Хотя вот, да, вот, учитывается в мастерство, только идеальная траектория, и, собственно, все, как бы, поворот на мастерском уровне, кстати, тоже засчитывается, когда хорошо проходишь. Это очень хорошо. Там, опять-таки, очки, все эти капы, можно бесконечно считать вот эти. Ну, там в основном написано, что идеальная траектория, потому что я пытаюсь ее соблюдать. Ну, не тогда, когда я пытаюсь обогнать своих соперников, или вот такие моменты, когда я просто отвлекся на что-то непонятно на что. И да ладно, в общем, неважно. Опять-таки, вернулась моя идеальная траектория. Множители, правда, спал. Ну, в принципе, неудивительно. То есть, не знаю, опять-таки, вот эти множители, которые, блин, из классических таких NFS, блин, клево вообще, NFS, Shift, я вот не перестаю там удивляться. То есть, ну да, то есть, симулятор, это не то, что хотели бы все те, кто ждал новый NFS в то время, то есть, в девятом году, когда все ждали новый NFS, они ждали, возможно, какое-то продолжение Most Wanted, там, не знаю, Most Wanted 2, но вышел симулятор. Не знаю, я вот, честно, полюбил, не знаю, наверное, с года девятого как раз эти симуляторы. То есть, тогда я в Формулу-1, правда, играл симуляторы разные, всячески. То есть, еще тогда не было официальных формульных симуляторов. Тогда были какие-то переделки из девяностых годов. Возможно, не помню. То есть... А, в четвертом году тогда же последняя официальная формула выходила. Потом только в десятом году Кодмастерс взялись за то, что делать Формулу-1, и не поняли, что это достаточно прибыльное дело. Стали теперь делать каждый год их. Тогда это была переделка, в общем, четвертого года была игра, и там была переделка просто под современный регламент. Хотя под современный рекламент там почти ничего не было. Там современные треки были переделки, современные машины, то есть, современные пилоты, опять-таки, были. Но, собственно, актуальность тех игр была далеко, в общем... В общем, это были обычные моды, то есть, от обычных таких мододелов, от простых ребят из интернета, непрофессионалов. Какие-то непонятные переделки, но достаточно интересно. Опять-таки, я тогда, в девятом, десятом году, тогда уже по регламенту, как бы, никто не зап... Нет, подождите, в девятом не помню. Нет, по-моему, уже не заправлялись в девятом году. По-моему, в восьмой год последний был. Хотя я точно сейчас, конечно же, не вспомню. Но, в общем, когда исчезла заправка, до заправки в Формуле 1, я не помню, это были в девятом... Нет, по-моему, все-таки с десятого года до заправки исчезли. Но я не уверен в этом точно. Но, в общем, тогда до заправки в этих играх были, то есть, в игре 2004 года никто этого не переделал. Было очень странно это наблюдать. Ну, да ладно, в общем, неважно. В принципе, опять-таки, возвращаясь к теме Формулы 1, и то, что Формула прощается с двигателями V8 вчера тоже... В общем, много вчера каких-то непонятных прощаний было. То есть, не знаю, с одной стороны непонятных, с другой стороны, то есть, как бы, все понятно, интересно очень даже было. То, что Марк Вебер ушел из Формулы 1 в Суперкубок Порше или какие-то соревнования спортпрототипов... Не помню, в общем, точно не помню. Когда-то он ушел из Формулы 1, он теперь в других гонках будет участвовать. Тоже Филиппе Массо из Феррари, за которую я болею, ушел. То есть, его попросили оттуда уйти, взяли Киби Райка опять на его место. Не знаю, зачем это... Ну, в общем, он прощался тоже вчера с итальянской конюшней, с итальянской командой Феррари. Тоже такие моменты интересные. В общем, просто на наших глазах происходит история Формулы 1 просто. В общем, все это очень интересно. Наблюдать за этим. Творится история на наших глазах. В принципе, на каждый день у нас творится история на наших глазах. Все, что сейчас происходит, это со временем будет история. И да, конечно, все это со временем сотрется. Потому что, ну, такие незначительные моменты сотрутся из памяти людей. И будут только самые такие основные моменты. Вот как раз последняя гонка на V8 в Формуле 1. Не знаю, возможно, когда-нибудь еще вернется. Хотя, это вероятность очень-очень мала. Это, я не знаю, на 1 к 300 миллиардам, возможно, шанс, что V8 вернется в Формулу. То есть, я не знаю, какие обстоятельства должны быть для этого. То есть, Формула 1 переходит к экономии топлива. То есть, экологии, экологии, блин. А, да, вчера, кстати, была непонятная какая-то гонка в плане менеджмента Формулы 1. Точнее, не менеджмента, а ФИА. То есть, организация, администрация гонки. Вот, да. Какие-то непонятные бесконечные штрафы были. Даже я в своем твиттере писал о том, что, блин, что вы творите, ФИА, какие штрафы. Ладно, не будем на этом зацикливаться. Тем временем, я выиграл эту гонку достаточно легко и просто. Ну, то есть, да, я последние три круга лидировал. Поэтому это уже было легко, когда мне никто не мешал. Это было клево и клево... Да, клево и клево. Очень клево сказал, то есть, очень круто сказал. Интересно, я думаю, клево и клево это будет звучать. Ну, да ладно, неважно. В общем, на этом я буду, пожалуй, с вами прощаться. Тем временем, пока мы смотрим повтор этой отличнейшей гонки. То есть, на отличнейшей трассе, блядь, не знаю, просто не перестаю... Не устаю восхищаться этой трассой, насколько она клевая и вообще очень хорошо построенная. И очень красивая мест... Вось очень красивой местности, точнее, да, будет сказать. Ладно, на этом я буду с вами прощаться. Скажу всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Фиксер. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился этот ролик. А также не забывайте рассказывать своим друзьям. На Ютубе огромное множество этих кнопок, с помощью которых вы можете рассказать своим друзьям. То есть, для вас это один клик, для меня это некоторая помощь для моего канала, для развития моего канала. Ну да ладно, в общем, на этом все. Всем пока!